Друзья, всем привет! Если помните, я уже показывал вам вот этот дом, но еще на этапе строительства. Тогда еще здесь не было разводки электрики, сантехники, стяжки пола, штукатурки стен, да даже крыши, собственно говоря, не было, коробка одна стояла. И вот сейчас наш домик уже полностью готов, предчистовая отделка, все, все работы выполнены, и я хочу вам еще раз его показать. Кто смотрел предыдущий обзор, я тогда сказал, что это практически идеальная планировка. Мы постарались собрать здесь все, учесть все пожелания потенциальных покупателей частных домов. Мы, собственно говоря, ну, с исключением, может быть, повторюсь, да, как говорил в предыдущем видео, здесь нет гаража, здесь нет подвала. Это единственное, наверное, может быть, чего, может, кому-то не хватать, но это неизбежно удорожало бы данный проект. Поэтому вот этих, собственно говоря, ништяков здесь нет. Ну, кому-то, может быть, там подвал-то и, собственно, и не нужен. Вот, значит, дом, напоминаю, дом по внешним размерам 11 на 14. У нас несколько изменились внутренние размеры комнат, стен, перегородок. Почему? Потому что данный проект изначально был рассчитан, просчитан на 300-й газосиликатный блок. Мы сделали дом из 400-го. Соответственно, некоторые размеры комнат несколько изменились. Незначительно, незначительно, не сильно, абсолютно. А внешние размеры остались прежними. Повторюсь, дом практически идеальный, минус один. Один, единственный минус, который я вижу, его не посадить на узком участке. Размеры 11 на 14, соответственно, по фасаду, должно быть, по фасаду участка, должно быть минимум 20 метров. Ну, чтобы оставить по 3 метра положенные, да, по 3 метра с каждой стороны до забора. Прежде чем мы приступим, собственно говоря, к обзору самого дома, я немножко, опять же, расскажу про локацию, прям совсем чуть-чуть. И покажу вам вот этот дом во всех мельчайших подробностях. Я сегодня буду в очках. Это не для того, чтобы придать себе какой-то брутальности, может быть, да, понтоватости. И ни в коем случае это необходимость. Солнышко светит мне прямо в глаза, соответственно, не очень комфортно, да. А вообще я сторонник сам, да, чтобы собеседник, ну, собственно, видеть глаза собеседника. Ну уж извиняйте, в данном случае, повторюсь, да, это лишь служебная необходимость. Итак, это деревня Медовка, улица полковника Зайцева. Вот они, три наших построенных домика. Раз, два, три. Уехала наша бытовочка отсюда. Вот здесь она стояла. Почему? Ну, потому что мы на этой улице миссию свою, так сказать, закончили. Дома проданы 7 900, 8 200. Цена вот этого дома 9 700 уже. Почему 9 700? Потому что он, ну, во-первых, больше по квадратуре, значительно больше, да. Ну и, собственно говоря, дороже нам здесь обошлись и строительные материалы, и работы. К сожалению, к сожалению, все, все дорожает. Поэтому, собственно говоря, данный дом уже значительно подороже. Но, но, друзья, ровно такой же дом мы начинаем строить на соседней улице. Почему, собственно говоря, я вот этот дом вам и показываю, да. То есть во всех мельчайших подробностях сейчас вам еще раз его покажу. Потому что через 4 месяца на соседней улице будет ровно такой же дом, ровно на таком же участке 10 соток. Повторюсь, домик хорош, планировочка хороша. Здесь есть все. Ну, практически все, да. То есть здесь достаточное количество мест для хранения. Здесь два санузла, один относится к мастер-спальне. Здесь отдельная кладовая, котельная, прошу прощения, отдельная котельная. Она же бойлерная, потому что размер позволяет, да, там помимо котла еще другие, собственно говоря, различные вещи производить домохозяюшки, да. Пожалуйста, можно там и белье даже гладить, да, постирочную, погладочную. Я вам сейчас все в подробностях покажу. Здесь есть ваша любимая терраса, терраса. В общем, все здесь есть, даже не знаю, чего здесь нет. Повторюсь, ну, наверное, нет гаража и, наверное, нет подвала. Остальное все мы здесь учли, все ваши пожелания учли. Проводил опрос зимой, что бы вы хотели видеть в своем частном доме. И вот на основании, собственно говоря, ответов на мой вопрос, вот и появился вот этот замечательный домик. 134 квадратных метра с учетом террасы. 134. Те дома у нас по 94. Итак, давайте сначала по конструктиву, да. Фундамент свайно-ростверковый. Обратите внимание на высоту ростверка. Я все в мельчайших подробностях, опять же, да, каждый этап строительства снимал, показывал. Есть что показать покупателю, да, то есть, кого интересует, как заливался фундамент, к примеру, да. Как стены, укладывался кирпич на стены с газосиликатным блоком, как монтировалась крыша. В общем, все в мельчайших подробностях есть. Свесы. Свесы, видите, 80 сантиметров. Значит, фундамент свайно-ростверковый. Стены. Газосиликатный блок 400, как уже сказал выше, и облицовочный кирпич. Кровля. Металлочерепица. Рал 7024. Серый графит. Выполнены снегодержатели, снегозадержатели по всему периметру дома. Утепление 200 миллиметров. По коммуникациям. Газ, электричество, вода. Вода, своя скважина, 38 метров. Газ заведен в дом. И переливная, сливная яма. Это обязательная опция. В наших домах всегда делаем ямы две. Две ямы по два кольца. Да, у каждого нашего дома это обязательно. Вот у соседнего, пожалуйста, но там уже тоже не видно за забором. Это обязательно. Почему? Потому что в любом случае, пожив какое-то количество времени в доме, вы поймете, что одной ямы мало. Поэтому будете потом ломать брусчатку, ломать свой посаженный газон и делать потом в конечном итоге вторую яму. Поэтому, чтобы вот этого всего избежать, небольшая цена вопроса, что тут яму сделать побольше. Дополнительные два кольца, крышка. Ну и, собственно говоря, работа. Не так, это все дорого, поэтому сразу делаем переливную и сливную яму. Что касается воды, сказал, скважина 38 метров. Газ завезен в дом. Ну и, собственно, электричество. Все у нас есть. Сюда мы вывели сразу, вот тут у нас накрыты провода, на калитку, на будущую калитку, на откатные ворота, которые у вас будут где-то вот здесь, да, вот в этом направлении. По фасаду дом у нас посажен 8 метров от фасадной границы участка. Глубина 8 метров. То есть провода мы здесь все предусмотрели сразу. Под видеодомофон, под калитку, под интернет. Здесь все заложено. Вот здесь у нас все аккуратненько. Это сложено, собственно говоря. Сюда вывели тоже провода под фонари освещения. Вот с этой стороны тоже вывели под розеточку. Потому что в будущем, в любом случае, здесь появится либо гараж, либо навес вот здесь, да. Ну и, собственно говоря, нужно будет как-то, наверное, машину помыть, да, куда-то что-то подключиться. То есть это мы все дело сюда вывели. И с той стороны у нас тоже освещение выведено. Тоже вам чуть позже покажу. Освещение, кран для воды. Это все есть. Пойдете, пойдемте в дом. Мы только закончили, только закончили стяжку пола. Буквально два дня назад. Окна сейчас раскрывать еще пока сильно как бы нельзя. Коридор. Коридор имеет вот такую вот нишу, углубление, куда легко монтируется шкаф, прихожка. Данный коридор также можно отсечь, грязную зону можно отсечь здесь дверью. Тем не менее, теплые полы у нас заходят сюда. Ваша обувь здесь будет также просыхать за ночь. Здесь у нас электрика. Этот шкаф под интернет. Площадь вот этого помещения 4 квадратных метра. Далее у нас здесь предусмотрено место для хранения. 2,6 квадратных метра. Гардеробная. Назовем ее гардеробная. Для хранения всесезонной одежды. Той одежды, которую вы сейчас не носите, скажем так. Вот тут та одежда, которую носите. Пришли с улицы. Вот здесь вот в этой гардеробной разделись. И потопали сюда дальше. А здесь уже можно хранить, допустим, сейчас лето. Здесь можно хранить зимнюю одежду, к примеру. 2,6 квадратных метра площадь вот этой гардеробочки. Вывели сюда также свет. Предусмотрено у нас здесь заложен мастер-выключатель. То есть забыли погасить свет. Там нажали. Стоите уже обуты. Перед выходом на улицу. Вот там выключатель нажали и погасили свет во всем доме. Также выведен свет у нас туда на фонари на крыльцо. Под видеодомофон. Вот из этого коридора данный дом делится на две зоны. Правая зона это у нас ночная зона. Назовем ее так. И левая кухня-гостиная. Это у нас дневная зона. Прямо у нас тех помещение, котельная. Слево направо с вами идем. Площадь кухни-гостиной. Вот отсюда сейчас вам покажу, чтобы вы могли оценить размер, собственно. Площадь вот этого помещения 38 квадратных метров. 38. 22. Площадь так называемой гостиной. Вот она. Вот она четко отделена. Это гостиная. И 16 квадратов. Начиная вот от этой перегородки. Это площадь нашей кухни. Здесь у нас по проекту, ну здесь понятно, мойка, посуда-мойка, не жена, а техника такая. Холодильник у нас стоит в этом углу. То есть кухня у нас пойдет вдоль вот этой стеночки. Ну и здесь зона отдыха. На эту стену мы вывели провода под, заложили провод и под интернет, и под телевизионный провод, розетки. То есть телевизор у нас вот здесь. Здесь диван, столик, кресло. Ну и обеденная зона по проекту, да. Вот стол со стульями вот здесь. И вот там у нас зона готовки. Радиаторы отопления по всему дому. Теплый пол по всему дому. Сейчас покажу вам количество контуров. Окна у нас Rehau. Три стекла, 70-й профиль. Сейчас их сильно открывать нельзя. Повторюсь, только стяжку пола залили. Поэтому вот по одной стороне там пару окон на микропроветр и не открыл. Так, и вот таким вот образом отсюда мы с вами попадаем на террасу. Любимая вами тема. Часто просите террасу. На-те, получите, распишитесь, что называется. Террасу. Их есть у нас. Добротный, хороший пол здесь залит. Плита, как, собственно говоря, и в доме. У нас здесь не полы по грунту. У нас здесь нормальная, хорошая такая плита залита. Ну и обратите внимание на подшиву террасы. Мало кто заморачивается, мало кто это делает. Ну, вон, к примеру, домик соседний стоит через один участок. Собственник для себя строит. Ну, почему-то, почему-то террасу не зашил. Хотя здесь цена вопроса. Ну, тысяч, по-моему, пятнадцатого мы считали, что ли. В общем, мы здесь все сделали хорошо. Все сделали по уму. Свет также сюда вывели. Розетку сюда вывели. В общем, терраса довольно вместительная, хорошая. Что касается ступенек, можно сделать их либо по этой стороне. У нас сильный дождик прошел. Видите, мы отвод воды такой временный пока сделали. Сюда вот к нам на участок. С ливневки вот вода шла. Дождик очень сильный был. В общем, крылечко можно либо здесь сделать, либо можно сделать крылечко вот здесь. Вот с этой стороны. Вот он, собственно говоря, газ заведен в дом, в тех помещениях. Сейчас вам тоже покажу. И вот он, вывод воды. Вывод воды сюда во двор. У нас участок 10 соток. Вдруг вы захотите заниматься земледелием, может быть. Сад, огород. Ну, либо просто, может быть, да, какую-то зону отдыха сделать. В общем, водичка сюда выведена. Остался у нас песок. Ну, он уйдет. Он уйдет на что? На отмостку. На отмостку вокруг дома. И перед домом там тоже песок у нас остался. Это все уйдет. Ну, и вот, собственно говоря, скважина. 38 метров. Все документы, гарантию передаю. От ребят, кто набурил скважину. То есть, скважина у нас на гарантии. И насос, и сама скважина. Если что-то, не дай бог, случится, сюда можно обратиться. Ребята все исправят, починят. И вот таким вот образом выглядит у нас терраса. Вот с этой стороны. Сейчас сюда еще подальше отойду. Чтобы вы во всех мельчайших подробностях могли наш домик оценить. Еще раз обращаю ваше внимание на высоту фундамента. То есть, крыльцо можно сделать либо вот здесь, либо вот сюда, вот в бок. Как у нас по проекту было. И здесь террасу можно закрыть уже. Такие, как они называются, бортик, да? С той стороны сделать, вот с этой стороны. Будет вообще бомба, будет вообще красота. Пойдемте опять в дом. В общем, полы у нас здесь серьезные. Да, можно было сэкономить 1150. Я тоже просчитывал, смотрел, да? А сколько же стоило бы сделать полы по грунту? Ну, нет. Ну, нет, не наш вариант. Делаем все хорошо, качественно, на века. Кухня-гостина. Так, значит, здесь, в предыдущем обзоре говорил, да, что из этого трехкомнатного дома можно сделать легко четырехкомнатный. То есть, вот здесь можно выделить еще одну комнату. И это никак, никоим образом не помешает вот этому помещению кухни, которое у нас 16 квадратных метров. То есть, никаких проблем. Нужна вам четвертая комната. Не в ущерб, скажем так, кухне, да, можно эту четвертую комнату сделать. Здесь 16 квадратов остается. Но здесь что-то вы срежете, да, коридорчиком, когда будете стеночку ставить. Но в любом случае там тоже, ну, квадратов, наверное, 16, я думаю, тоже в любом случае останется. Далее у нас техническое помещение. Вот о чем я вам говорил выше. Котел. Котел двухконтурный. Гребенка теплого пола. Обратите внимание на количество контуров. И вот здесь, вот сюда мы вывели изначально по проекту у нас стиралка стоит в санузле, в общем санузле. Вот. Но мы вывели ее сюда. Посчитали, что это правильно на самом деле, да. Пусть санузел будет санузлом, а здесь места достаточно, помещение достаточно большое. Как бы использовать чисто под котельную, да, под тех помещения, ну, наверное, слишком жирно, как бы, да. Вот. Соответственно, мы решили стиралочку вынести сюда. И здесь хозяюшка поставит гладильную доску, либо откидную, может быть, сделает вот с этой стены, сейчас модно, да. И, пожалуйста, здесь стиралка, корзина для белья. Все мы сюда, собственно говоря, с санузла вывели. Подводку. Поэтому, пожалуйста, стиралочка будет стоять здесь. Тех помещения, оно же, оно же бойлерное, гладильное, как хотите, назовите. Потому что площадь вот этого помещения у нас по проекту 8,2 квадратных метра. 8,2. Конечно, использовать чисто под котельную, ну, наверное, неосмотрительно будет. Неправильно будет. Поэтому, собственно говоря, можно здесь еще и некую постирочную организовать. Ну и все. Закончилась у нас дневная зона. И мы переходим с вами в ночную зону, так скажем, да. Три комнаты и два санузла. Вот этот у нас санузел по площади 5,2. Прямо раковина. Справа ванная во всю стену вдоль вот этой всей стены. И здесь у нас стоит унитаз. Изначально по проекту стиральная машинка у нас была вот здесь. В принципе, тоже места было достаточно, но все-таки решили ванную комнату оставить в ванной комнаты, да, а постирочную перенести в бойлерную котельную. То есть вот туда мы, собственно говоря, стиралочку и перенесли. 5,2. Площадь ванной комнаты. И пошли у нас комнаты направо и налево. Комната номер 1. Вот эта комната у нас 11,6 по площади. 11,6. Здесь у нас каким образом расставляется мебель? наверное, стол вот сюда. Видите, розетка сделана. Стол вот сюда. По проекту у нас так шло, да, кровать вдоль вот той стеночки. и здесь хорошо становится шкаф. Сделали розетки в подоконниках. В предыдущем видео тоже говорил, но может быть кто-то не видел. То есть у нас в откосах окон, не в подоконниках, прошу прощения, в откосах окон у нас сделаны розетки. Для чего? Ну, во-первых, может быть, здесь у нас стоит кровать, может быть, телефон зарядить, положить все на подоконник, либо, пожалуйста, у нас сейчас это очень распространено, скажем так, да, зимой вешают гирлянду на окна, и чтобы не было вот этих сплетений проводов, переносок каких-то непонятных, вот, пожалуйста, сюда сразу в эту розетку подключились и красивенькую гирлянду себе повесили. Вся фасадная часть у нас, окна всей фасадной части у нас имеют такую возможность, да, то есть у нас в откосах сделаны розетки, то есть на фасад туда можно на все окна гирлянды сделать, без каких-либо проблем, что называется. Так, вот эта комната у нас 11,9, 11,9, здесь расположение мебели несколько другое, да, зеркальное, стол, вот в эту сторону видите розетка, и вот в эту сторону у нас уже, собственно, идет, что идет, кровать, вот здесь у нас стоит кровать, вот здесь выполнена ниша под шкаф. это детские комнаты, эта комната чуть-чуть побольше, 11,9. Так, и это у нас уже родительская спальня, родительская спальня по площади 13,5 квадратных метров, родительская спальня, здесь на стену понятно телевизор, кровать становится вот сюда, стандартную кровать мы учитывали, и с двух сторон, собственно, ставили тумбочки, визуально, да, рисовали тумбочки, вот под них сделаны, собственно, розетки. Это у нас еще одно место для хранения, я думаю, хозяюшки оценят, по-моему, квадрата полтора она у нас идет, сейчас более точно посмотрю по планировке, да, да, полтора квадрата площадь вот этого помещения, тоже сюда свет вывели, хозяюшка оценит. Ну, и изюминка, изюминка нашего дома, дом у нас, напоминаю, с мастер-спальней, планировка с мастер-спальней, вот она, собственно говоря, и мастер-спальня, да, родительская спальня, там дальше прямо это санузел, но санузел расположен не рядом сразу с кроватью, наверное, не очень, да, как бы эстетично, сначала, чтобы попасть в санузел, вы проходите через вот такую вот гардеробочку, с двух сторон здесь делаются шкафы, с этой стороны, с этой стороны, по площади, три с половиной квадратных метра, гардеробочка, и такой же размер у нас нашего санузла, здесь у нас что, здесь у нас душевая кабина, здесь у нас унитаз, здесь у нас раковина, унитаз, раковина и душевая кабина, имеется окно в санузле, на мой взгляд, это очень удобно, очень правильно, что санузел, вот этот санузел, который относится к вот той спальне, он находится на таком все-таки некотором отдалении, да, чтобы сюда попасть, нужно пройти сначала через гардеробную, ну и гардеробная, опять же, да, это, это дополнительные места хранения, коих здесь, в принципе, в доме достаточно, дом должен быть домом, это не должна быть квартира на земле, соответственно, мы здесь этих мест хранения дополнительных с избытком сделали, здесь должно всего всем хватить, ну что, друзья, вот такой вот дом, жарковато, пойдемте, выйдем с вами на улицу, жарковато, почему, потому что пока окна не могу еще открыть, пока окна открыть еще, открывать еще нельзя, значит, ровно такой же дом, ровно такой же дом, как сказал выше, мы начинаем на соседней улице, срок строительства 4 месяца, через 4 месяца такой же дом будет построен на аналогичном участке 10 соток, единственное, что изначально, сразу могу сказать, что он будет дороже, почему, потому что тот участок мне достался уже дороже, я уже дороже его покупал, чем вот эти участки, соответственно, кирпич там будет подороже, соответственно, тот дом, естественно, в общей своей массе, он, ну, несколько в другие деньги уже получается, в общем, кому интересно, я также буду освещать ход строительства того дома, мы начинаем буквально с сегодняшнего дня данный дом строить, участок уже зачистили, расчистили, спланировали, и сегодня начинаем уже заниматься фундаментом, соответственно, кому интересно, следите, смотрите, дом можно будет забронировать, дом можно будет забронировать до конца строительства 300 тысяч рублей, вносите бронь, я за свой счет дом достраиваю, ну, и, собственно говоря, потом, через 4 месяца выходим на сделку, проводим основной этап сделки, пожалуйста, можно под сельскую ипотеку, пожалуйста, можно за наличные, за наличные, естественно, цена будет другая, там цену можно будет скорректировать в сторону уменьшения, в общем, кому интересно, пожалуйста, обращайтесь, мои контакты вот. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Также на параллельной улице через два участка вот от того участка, где мы закладываем вот такой вот дом, там хотел спрыгнуть с фундамента, но вспомнил, что он у нас очень высокий. Это сделать проблематично, можно ноги попереломать. там мы еще параллельно сейчас ведем строительство двухэтажки, но по цене еще пока ничего сказать не могу, потому что цену я еще не вывел, но тоже домик будет очень-очень интересный. Я вам уже показывал, да, кладочку, показывал кирпич, по планировке пока вам ничего не рассказывал, ну, потому что пока там особо показать и рассказать нечего, первый этаж только, собственно говоря, сделали, армопояс залили и пока ждем, пока армопояс набирает у нас прочность. Дома наши все мы строим, ну, в частности, вот этот дом, 4 месяца срок строительства с учетом всех необходимых, выдерживали все необходимые сроки, в частности, набор прочности бетона, то есть это обязательное условие, вот все сроки выдержали, 4 месяца, и вот такой вот замечательный домик готов. Повторюсь, через 4 месяца на соседней улице, на таком же участке будет точно такой же по планировке дом, но уже чуть подороже. Кому интересно, обращайтесь, контакты есть под этим видео, ну, и вот они, собственно говоря, здесь тоже есть. Все, друзья, я надеюсь, вы оценили, оценили планировку, как оценил ее в свое время я, я действительно до сих пор считаю, что это идеальная, идеальная, на мой взгляд, планировка, но без ложной скромности могу сказать, что вот в этой локации лучшей планировки вы не найдете, однозначно, однозначно лучше планировки вот здесь нет, я изучал, смотрел, нет, лучше ничего нет, лучше пока еще, наверное, все-таки не придумали, поэтому, единственный минус вот этой планировки, да, то, что участок должен быть по фасаду минимум 20 метров, поэтому не везде вот такой домик, к сожалению, посадить можно. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал, следите за нашим строительством, ну и кого данный домик заинтересовал, пишите, звоните, повторюсь, на соседней улице 4 месяца, и данный аналогичный проект будет у нас уже построен, также на участке 10 соток. Все, друзья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok